здравствуйте друзья у нас вопрос из европы вопрос человек спрашивает вот связи с событиями в бельгии а до этого в париже теракты взрывы люди погибают как не озлобиться как не пустить в сердце агрессию это может там медитацию какую или вот там светлана рейки изучает может рейки подскажет конечно всякая всякая такая вот вещь она может оказаться полезной и эффективной вот и в частности рейки например но я давайте с другой стороны на этом посмотрю дело в том что на те люди которые устраивают эти теракты как бы планируют то есть они зачем-то это делают они же не просто так вот им делать совершенно нечем я не имею ввиду исполнителей я имею ввиду тех кто задумывает это все значит они это делают для того чтобы обострить отношения в обществе обострить конфликт в обществе между теми кто между сторонниками жестких мер вот в письме тоже он там пишет что там правы значит начинают там кричать сильно как бы вот общество не скатилось куда-то вправо там в экстремизм там это значит они для этого и делают чтобы правые начали кричать громче чтобы их стали чтобы к ним стали прислушиваться чтобы общество оказалось более разделенным более агрессивным в отношении вот так тех мусульман которые там живут тем самым общество сгенерит еще больше народу который захочет пойти что-нибудь там взорвать вот посмотрите что интересно вот в бельгии вот эти два брата которые в аэропорту устроили взрыв они же они же местные они выросли там они родились в бельгии понимаете это не люди которые вот там вчера прибежали с волной беженцев не или там они закосили под беженцев а сами там у них динамит был в подошву пойти вмонтирован нет это люди которые выросли там сейчас вот пишут что там на тысячи идет счет на тысячи идет счет людей которые живут в европейских странах и они сегодня находятся в сирии они находятся в ираке они там проходят подготовку значит они там соответственно значит индуктринируется во что-то и они скоро вернутся все то есть кроме тех кого допустим сегодня специально засылают пишут про 400 человек которые были подготовлены вот из числа вот этих для теракта в европе то есть они уже где-то там по европе сидят затаились и ждут 400 но опять же пишут что айсису этому это исламскому государству недолго осталось что его позиции очень сильно подорваны и там как-то в общем с ними достаточно успешно не быстро к сожалению не быстро но достаточно успешно идет борьба поэтому там пройдет пару лет годик два вот пишут что годик два на это уйдут значит годик два и они все а их много-много тысяч ну достаточно много тысяч не оденение не 100 конечно они все вернутся вот туда откуда приехали там в чечню в дагестан в бельгию во францию там но вот откуда они поэтому соответственно делается попытка делается попытка создать вот обострение такое и вот посмотрите например посмотрите на то что произошло в результате теракта 11 сентября 2001 года в соединенных штатах значит то есть погибло 3000 человек там ну трагедия там все все понятно общество ожесточилось понимаете я не хочу сказать что она как-то сильно ожесточилась что там ходили там устраивали мусульманские погромы там ничего такого не было вот хотя вот у нас тут кстати недалеко в саратоге там один сосед убил другого а тот и не был даже мусульманин он был индусом в тюрбане ходил и тот как бы не разбираясь тонко в деталях вот значит настолько у него стресс было и что-то такое с ним произошло взял человека убил поэтому но что произошло общество было готово к каким-то неразумным мерам неразумным действиям значит и люди устроившие теракт 11 сентября они они в своих самых лучших мечтах не могли себе представить что они смогут нанести такой ущерб западному миру и соединенным штатам в частности как на самом деле получилось то есть два здания ну можно сказать вообще не не о чем говорить ну два здания построить новые если что-то это ерунда это мелочь но три тысячи человек погибли да а дальше началось дальше началась война в ираке которая не в жизнь никто бы не поддержал но за нее и демократы тоже голосовали идем они сейчас говорят что их там обманули там и их правда обманули там какие-то данные были непонятно какие левы и так далее значит да тут те кто хотел повоевать соединенных штатах они воспользовались или там даже специальную подставу какую-то сделали замечательно но если бы не теракт 11 сентября да кто бы стал с ираком вообще заводиться мало ли где диктаторы какие ходят горел на огнем в эти поэтому и свои какие-то ущерб то пошел на триллионы триллионы значит мораль какая вот то что я хочу сказать сознательно делается нечто в результате чего население будет затерроризировано так и это население в этой ситуации создаст такие условия оставшимся там мусульманам да что у них поток желающих что-нибудь сорвать удесятирится так что вы посмотрите вот сейчас пишут вот на фокс я читал это вчера это было я не помню где там я по-моему на каком-то израильском сайте я прочитал а сегодня уже на fox news значит женщина вот там значит место где теракт в брюсселе и там люди с цветочками там с флажками там разных стран там и так далее подходит женщина мусульманка значит берет израильский флаг рвет его и на его место кладет палестинский это заснято и это показывают и это вот понимаете значит как реагировать но если не различать если не различать как бы просто мусульман и допустим и тех кто склонен вот к этим действиям если не вести ту работу которую спецслужбы должны вести на самом деле понимаете а не политиканы которые в истерике там чем-то машут если бы побольше голосов где-то содрать и так далее то есть это нельзя отдавать политиканам на решение эти вопросы тут на самом деле еще проблема гораздо сложнее глубинно потому что вроде бы им разрешают жить в европе у них и гражданство они там и родились там и все такое но это инородное дело то есть им разрешают жить на правах параллельной цивилизации таким образом как бы такое отчуждение они вот живут там они растут там и они как бы знают что они граждане ну типа второго сорта вот поэтому их легко когда у них нет работы или когда у них там ну я не знаю еще чего то вот им как-то они вот не чувствуют себя нормально их их легче вот индоктринировать в такую дрянь поэтому возникает вопрос как бы и что теперь делать с этим значит либеральный ответ состоит в том что мы перед ними в долгу да мы перед ними виноваты давайте сдадим создадим больше вэлфера давайте их будем больше задабривать и может быть они не будут уже нас взрывать хотя мы знаем к чему это ведет это ведет к тому что им скажут что они недостаточно дают и надо еще больше взрывать чтобы еще больше давали то есть это как бы логика понятна это как бы либеральная мысль она вот так как то странно либералу нужны люди которые нуждаются в помощи понимаете то есть мысль о том что надо сделать так чтобы эти люди могли самостоятельно жить работать интегрировались в общество и уже не нуждались в либерале вот эта мысль либералу не не близка поэтому как бы желание помочь бедному несчастному ущемленному и так далее приводит к тому на практике вот как мы это видим оно приводит к тому что создаются так сказать поколения людей которые никогда не работали которым не додали они всегда недовольны что им не дали больше причем уж всем должны и пошло и поехало и в определенных условиях это может привести к взрывам к терактам в других условиях мы видим как у нас там фергусоне вот они выходят на улицу там машины жгут кричат там что-то убивают людей кстати вот там боснийцы эмигранты из боснии были так там боснийцев сколько-то поубивали вот эти же самые пацаны которые автомобили жгли там на полицейского офицера нападали уголовная шпана на самом деле криминальная такая поэтому им конечно им не додали все бегут говорят чем чем мы можем искупить нашу вину перед этими людьми которые никогда в жизни не работали и которым не додали вот поэтому тут большая такая схватка идет понимаете я вам больше скажу вот вот этот европейский такой феноменальный антисемитизм махровый когда они все время сколько они дерьма вылили на израиль потому что опять либеральная европа она говорит нам не так жалко вот израильтян которые погибли в терактах потому что они в конце концов они же сами виноваты это же они вынудили палестинцев взрывать автобусы со школьниками это же они не сами палестинцы это же израиль их заставил и вот они тем самым понимаете они создают условия вот этим вот этим они тоже создают условия для того чтобы у них вот это все произошло они подпитывают вот это все поэтому это многие годы происходило и я не знаю где там решение но во всяком случае что принципиально в ответе на вопрос о том в ответе на вопрос о том как не озлобиться надо понимать что происходит надо понимать все это делается для того чтобы люди озлобились чтобы они испугались чтобы стравить сторонников резких мер против мусульман стравить с теми кто говорит что надо извиниться и дать им больше денег там чтоб у них больше велфера было понимаете стравить обострить ситуацию в результате создать более тяжелые более неприемлемые условия для живущих в европе мусульман вот это вот понимаете вот ради этого делается поэтому показать силу и так далее значит сила западного общества состоит в том что оно не позволяет себе впадать в истерики и оно разумно оно рационально и так далее но понятно что есть какой-то предел разумности рациональности либерализму в его там не знаю мягких или там обостренных формах поэтому ждем смотрим там надеемся что все будет путем но в общем подальше надо держаться от тех кто предлагает предлагает простые средства значит давайте я камеру поверну раз мы приехали значит понимаете человек простой ему хочется простых решений вот мы это видим сейчас на избирательной кампании ему хочется простых решений теракты не пускать не пускать вот не пускать да у нас свои есть вот те что в Сан-Бернандино так он же местный он он родился в Америке он еще в госконторе работал и так далее вот он местный ну не пускай интернет что ли отключить что не пускай значит ну людям хочется простых понятных решений говорят вот нелегальная иммиграция забор построить вдоль границы и все забор но забор же не решит проблемы мы говорили неоднократно 40 процентов нелегалов это люди которые приехали легально они через забор не прыгали и речку там не переходили они приехали но не уехали 40 процентов значит и чего в свое время когда было двухсотлетие США отмечали там два с половиной что ли миллиона было нелегалов которых легализовали и сказать последний раз больше мы амнистии не делаем так их было два с половиной миллиона а сейчас пять миллионов тех которые нелегалы которые не переходили границу а просто приехали и не уехали их сегодня вдвое больше чем тогда было поэтому ну и чего забор а хочется простых решений не пускать оградить перестрелять отбомбить я не знаю холерный барак загнать хочется простых решений вот хочется поднять минимум вейдж там до 15 долларов а что будет потом неважно мысль такая вот если у меня будет 15 долларов а не 8 как я сейчас получаю это же я в два раза больше смогу потратить нет потому что цены все вырастут и ну то есть может быть будет немножко легче тебе но не будет так как было как ты думаешь что у тебя будет поэтому а хочется простых решений и на этом играют политиканы не политики политиканы вот они предлагают простые решения им хочется вот этого всего то есть они это используют в своих каких-то целях тут отбомбить там посадить здесь я не знаю что поэтому мы как люди здравомыслящие мы не должны позволять себя втянуть вот в эти игры я бы так сказал это помимо как бы вот вопроса о том там рейки там помогает прийти там успокоиться прийти в себя это вот мы здесь находимся знаете вот мы в америке далеко от от бельгии я не знаю но но вот так очень большое переживание и сочувствие и вот как будто вот вот где то вот 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 тут произошло понимаете поэтому это это травмирует жизнь продолжается тем не менее счастливо так так и